МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из профилактория в жемчужину Приднепровского края. Я искренне рада тому, что наш коллектив – это сплоченная команда. Санаторий Шинник отмечает 50-летие. Какие услуги предлагает здравница? Не пробила чек, могилевчанка брала чужое как свое. Не фиксировала продажу через кассовый аппарат, забирая деньги за сделку себе в карман. На что ушла выручка? Интересно и познавательно в 147-м ракетно-зенитном полку прошла профориентация для молодежи. Требования к специалистам очень высокие. Чем удивляли будущих защитников? А также программа на миллиард, избирательный марафон и программа по выпуску. В республике готовятся к серийному производству отечественных легковых электромобилей. Какие планы? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко обсудил с губернатором Орловской области перспективы развития. Сотрудничество благоволит плодотворные. Товарооборот за 2023 – 250 миллионов долларов. Президент подчеркнул, за три года вполне реально выйти на полмиллиарда. Однако придется поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера. Не обошлось без посещения главных предприятий страны. Гостью продемонстрировали промышленный потенциал республики. Очень важное направление с президентом Путиным мы очень часто обсуждаем. Это направление сотрудничества микроэлектроника. Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. Вы знаете наш интеграл и планар. С учетом задач по импертозамещению, кооперацию придется нам расширять. Хотел бы услышать ваше соображение на сей счет. Сельское хозяйство и продовольствие. Ваш регион находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур. По-моему, это то, что нам, Сергей, нужно. Надо сотрудничать со своими людьми, а не с французами и немцами. В Беларуси есть элитные семена. Получены также высоковрожайные сорта сельскохозяйственных культур. В свою очередь мы готовы этим поделиться с вами, если вам это нужно. Отдельного упоминания заслуживает белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это уникальный проект по производству комбикормов, амино-кислот и премиксов. Также мы производим широкий перечень ветеринарных препаратов. У нас выработаны высокопродуктивные технологии в племенном деле, птицеводстве, малышетоварном производстве и многих других отраслях. Если будем мы востребованы вами, будем очень рады. Александр Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию в российском регионе и уверил, если Беларусь может помочь, мы будем только рады. Одна из наиболее актуальных сфер – машиностроение. Также глава государства предложил подумать о создании специализированных учебных классов с отечественной техникой в сельскохозяйственной гимназии в Орле. Мимо кассы в областном центре продавец-консультант похитила более тысячи рублей строительными изделиями. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями был установлен факт хищения товарно-материальной базы одного из магазинов в Могилеве. В преступной деятельности уличена 46-летняя местная жительница. Установлено, что женщина на протяжении месяца продавала покупателям строительные изделия, однако не фиксировала продажу через кассовый аппарат, забирая деньги за сделку себе в карман. Вырученные средства женщина тратила на личные нужды. За присвоение и растрату имущества возбуждено уголовное дело. Березовые заготовки, летнее расписание и электоральная гонка. В республике стартовал новый этап избирательного марафона. Что на повестке дня? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В республике стартовал новый этап избирательного марафона. Начались выборы делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества. Интересы белорусов будут представлять 1200 человек. Итоги станут известны не позднее 18 апреля. Первое заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 24-25 числа. Государственная инвестиционная программа на 2024-й утверждена в Беларуси. В нее включены 120 объектов, 41 из которых в планах ввести в эксплуатацию. На финансирование выделено более 2 миллиардов рублей. Кроме того, в перспективе спонсирования строительства 16 новых единиц – дороги, детские дома семейного типа, больницы. В республике готовятся к серийному производству отечественных легковых электромобилей. Пока утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии в количестве пяти штук. В планах после пробной эксплуатации и испытаний наладить полноценное изготовление зеленого транспорта. Также в перспективе создания всей компонентной базы на предприятиях Минпрома. Активная заготовка березового сока продолжается в Беларуси. Собирать древесный нектар можно только на тех участках, которые определяют юридические лица, ведущие лесное хозяйство. За нарушение правил грозит административная ответственность и наложение штрафа на граждан до 20 базовых, на индивидуальных предпринимателей до 100 и на юрлиц до 500. Белавия перешла на летнее расписание. Действовать оно будет до 26 октября. С 3 апреля авиакомпания запускает новый рейс Брест-Москва, полеты по средам и субботам. Также чаще путешествовать можно будет в Астану, Баку, Калининград и Кутаиси. Кроме того, с 26 апреля начнутся вылеты Минск-Махачкала по пятницам, с 28 мая Минск-Мурманск по вторникам. С 1 апреля в Бобруйске отключают отопление потребителей первой очереди. Батареи остынут в промышленных организациях, общественных и административных зданиях. Руководителям второй и третьей очередей – общегородских бань, театров, учреждений образований, общежитий, жилфонда, гостиниц, библиотек, архивов, музеев медицинских, лечебно-профилактических, школьных и детских дошкольных учреждений образования предписано соблюдать рациональное использование ресурсов. К слову, минувшее воскресенье в городе стало самым теплым днем марта за всю метеоисторию. Среднесуточная температура – 17 градусов, это на 13 пунктов выше нормы. Приметы подсказывает, шальное тепло на старте весны обычно аукается холодами на ее исходе. Из профилактория в жемчужину Приднепровского края санаторий «Шинник» отмечает 50-летие. Юбилейный праздник собрал многочисленных гостей. Для них была организована обзорная экскурсия. Они высоко оценили не только природные ресурсы, но и уровень предоставления медицинских услуг. На юбилейный огонек заглянул Виталий Гаврусев. Самый популярный санаторий области «Шинник» отметил полувековой юбилей. Его создание и развитие – одна из ярких страниц истории Бобруйска. Сегодня можно с уверенностью констатировать, за пять десятилетий здравница превратилась в жемчужину рекреционного туризма Приднепровского края. Это был профилакторий, который располагался в трехэтажном корпусе. 60 человек вместимость его была. Сейчас 200 человек вместимость этого санатория расстроился. Появились новые корпуса. Вот этот переход, где мы находимся. Новая столовая, киноконцертный зал появился, плавательный бассейн. Чтобы обеспечить отдыхающим качественное оздоровление и максимальный релакс, сотрудники здравницы активно работают по всем направлениям. От регулярного обновления лечебной аппаратуры до закупки эстетичного декора для интерьера. Санаторий сегодня не только стабильно работает, но и динамично развивается. Сегодня очень интересное направление, новое, развивается офтальмология в данном учреждении. По сути, у нас нет санатория в стране, который бы целенаправленно занимался этим направлением. Поэтому я тоже думаю, что это будет очень востребованное направление. В адрес руководства и работников санатория много теплых слов лучшим почетной грамоты. На мероприятии по-семейному душевно, уютно и гостеприимно. Впрочем, как и всегда в Шиннике. Нынешний успех нашей здравницы – это пройденный полувековой путь, насыщенный яркими событиями. Это поколение сотрудников, посвятивших силой укреплению здоровья тысяч людей из разных уголков мира. Санаторий Шинник расположен в хвойном массиве на берегу живописного озера. Экологически чистый лес, наполненный целебными фитонцидами, помогает набраться сил и поправить свое здоровье. Утром и вечером выходим на прогулку к озеру, ходим по лесу гуляем. Я с утра делаю пробежки, гимнастику. Крепкая современная лечебная база привлекает не только желающих поправить здоровье белорусов, много отдыхающих из России, Латвии, Литвы и Эстонии, Казахстана, Польши, Израиля. Цена и качество имеют значение, поэтому нас все устраивает, нам очень нравится. Мы вчера уже забронировали свой тур в Беларуси в санаторий Шинник на ноябрь. Здравница входит в число наиболее известных санаториев Могилевской области и страны в целом. Многие из отдыхающих возвращаются сюда вновь и вновь. Очень нравится отдыхать, качественное обслуживание, очень хорошие процедуры, питание, очень хорошее проживание. Шинник рассчитан на 200 мест. Здесь оборудование, которое встретишь не в каждом санатории. Полимак – один из них. Это аппарат, который использует низкочастотные, низкоинтенсивные импульсные магнитные токи. Используется в различной патологии, как неврологического профиля, как и костно-мышечной системы. Сегодня санаторий Шинник – широкий спектр лечебно-диагностических, косметологических и физиотерапевтических услуг для всей семьи. В санатории Шинник применяется более 300 медицинских процедур. Мы используем такие методы лечения, как больное лечение, электротерапия, массажи, все виды импульсных токов. Имеются сухие углекислые ванны, криотерапия, ударно-волновая терапия, карбокситерапия. За 50 лет специалистами здравницы накоплен огромный опыт в лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной и пищеварительной систем гинекологических заболеваний. На помощь приходят минеральные источники. Применяется для больного лечения, при болезнях нервной, костно-мышечной системы и для оздоровления. Ноу-хау санатория – озонотерапия. Современные подходы, уникальные возможности. В нашем санатории на данный момент применяется озонотерапия в виде питьевую водичку можно пить и внутривенные обливания, внутривенные инъекции. Положительный эффект наблюдается уже после второй процедуры. Отдельного внимания заслуживает ЛФК – одна из немногих медицинских практик, в которой больной помогает себе сам под руководством опытного инструктора. Мы учим людей правильно двигаться, правильно дышать и правильно работать. Нет сомнений, санаторий Шинников пишет в свою историю еще множество славных страниц, приумножит количество побед и свершений, встретит надежных партнеров и верных друзей. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Приоткрыть завесу в 147-м ракетно-зенитном полку рассказали о плюсах службы. В честь 75-летнего юбилея воинская часть гостеприимно распахнула свои двери для подрастающего поколения. По случаю праздника пригласили и военно-патриотический клуб «Юные защитники», который функционирует на базе полка. Ребятам продемонстрировали спецтехнику, показали ее в действии. После можно было испытать свои навыки в сборке автомата. Не обошлось и без экскурсии в музее. Преимущество службы в зенитно-ракетном полку в том, что у нас очень специфические специальности. Нет такого большого набора стрелков и так далее. Каждая специальность, она уникальна. И требования к специалистам очень высокие. Как и к возможности обучению, плюс к физической способности тоже у ребят, чтобы были. Помимо физической подготовки, защитники могут освоить специальности – оператора, механика-водителя, начальника отделения. Пополнить ряды добровольцев просто. Достаточно подать документы в часть во время военного призыва. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok